Ну что ж, вышел новый патч. Вели сильфов. Вроде как сервера должны были, но сервера все-таки не вели. Но обычно просто с крупным патчем вводят сервера новые, а тут просто патч вышел. Ну, вели сильфов, как видно. Я изначально не планировал им играть и не собирался. Я хочу своего персонажа вкачивать, который у меня сейчас есть. Мой персонаж, что я все тот, что я про него уже видео делал, это Берсерк. 78-го левла, я просто долгое время не играл, сейчас не качал его и решил камбэкнуться. Ну, в принципе, что со мной? Венец героя на плюс один. Гробовщика на плюс четыре я покупал. Плащ защиты на плюс пять, поезд дракона на плюс три. Я его так особо и не смог точнуть. Самое первое, что в глаза бросается, это то, что можно шмотки получить уже в приложении фугейма. Ну, то есть подарки. Они там сундук сильфов давали, из него награды выпадают полезные, ну, типа для новичков. Также оттуда выпадает вот набор модификации Евы, дракона, я их даже не юзал. И на плащ защиты модификация. Благословление духов, а нет, это за квест. Вот, благ телепорты выпали. То есть приятные такие бонусы. Камни продления. Ну, то есть такие расходники. Также новая фигня. Вот черный купон. Черный купон теперь можно обменять на свиток модификации Венца героя, поезд дракона, поезд защиты. Притом, это будут свитки, которые не будут ломать шмотки. Вот что приятное. Башня Слоновой Кости, что-то новое. Окрестности Башни Слоновой Кости, ну так. Ну, пойдем в Дарину Ящеров, в возлюбленную локацию. Также там новый шмот падает, это кольцо сильфов, ну, в смысле, из сундука. Кольцо сильфов выпало. Ну, вот такие вот бонусы оно дает. Пост офис, и маг защиты, и атаки. Вот, то есть приятные бонусы прилетели. Ну, и плюс за хрена расходников. И следующее, что бросается в глаза, это новые иконки. Уже, наверное, все заметили. Вот эти вот новые иконки справа. Ну, во-первых, это зачистка. То есть зачистка, в чем суть? Ты выбираешь какую-нибудь локацию, например, у меня вот. У меня из этих вот Далина Ящеров. И у меня получается на 9,5% выполнить. То есть когда я выполню на 100%, мне там что-то дадут. Но я пока еще не выполнил. Дальше, золотой фестиваль. Ну, золотой фестиваль, это рекламная какая-то хрень. Типа, чем ты больше донатишь, тем они что-то дают. Типа, в зависимости от того, как много ты задонатил. Ну, короче, развод на деньги очередной. Коробка достижений. Коробка достижений, и, получается, охота у меня уже была и заполнена. И тут еще 4 персонажа в тропе убить надо. То есть там что-то дадут. Я просто сам еще, наверное, до конца разогнался. Ну, да, тут сундук будет. Ну, это что-то как в World of Warcraft. В Shadowlands, да, типа там каждую неделю вот эти вот сундуки открываешь, и там что-то выпадает. Так, и тут что-то, типа того. Коллекция, это, наверное, то самое главное, что вообще было в этом патче. Это, наверное, сильфы и коллекции. Это вот два самых важных момента. Получается, охренеть тут, конечно, стоимость крючки, вот эти вот шмотки, которые с левой изображены. Ты их сюда трейдишь, и получаешь вот эти вот бонусы. Тут, пиздец, то не колдунного лицарина плюс 5 нужна. Тут, конечно, вещи пиздец, какие нужны. Есть что-то дешевое. Вот тут, например, Бейтс, и нужны шмотки. Вот, сопротивление, подтаскивание, то есть, один процент. Да, сопротивление один процент, это, конечно, круто. Очень полезно. Ну, я знаю, что некоторые изначально готовились. То есть, до выхода патча уже к коллекции готовились, там скупали. У меня, кстати, что-то есть. У меня меч есть вот тут. Да, в принципе, некоторые очень дешевые крафты. Но шоадо расчленительно плюс 4. Сопротивление по давлению плюс 1 процент. Ну, такой себе, типа... Что-то слабенькая награда какая-то. Время и перезарядки минус 3 процента, норм. Но тут надо 2 куклы боюма дать. Такое себе. Кстати, очень удобно, типа, если у тебя есть шмотка, то она, то вот тут отображается. То есть, вот, где надпись детали, там горит желтая точка, если у тебя есть предмет под огнем. Да, конечно, дорого. То есть, самый лучший, ну, вот, неплохо. Физмак Атака плюс 200. Ну, тут нужно 6 пушек на плюс 10. И одна на плюс 12. Ну, то есть, все дорогие, дорогие крафты какие-то. Меша дорого, это, по сути, очень дорого. Очень все это дорого. Да, обновили его тут вот внизу, справа тоже. Так, это мы коллекцию посмотрели. Особое создание тут какое-то новое. Но у меня печати Герана нет, у меня их всего 2. Я, кстати, мог что-то на 2 печати Герана сделать. Кажется. Да, вот я талисман Бенира. А, он за Адену покупается. Ну, может, это талисман Бенира за Адену купить. За 1,5 ляма и свитки модификации за 2000. Фигово, что они кнопки сместили. Мне не очень привычно. В принципе, как-то так. То есть, скоро будет 79 уровень. У меня особое создание есть. Можно прокрутить. Ну, в принципе, в принципе. Можно прокрутить создание. 300 тысяч, оно обычно дороже было. 50 купонов на заряды души. Ну, окей, не самое плохое. Зачистка, тем временем, на 10% заполнилась. Ну, что ж, гоу. Поточим. Поточим поезд дракона, наверное, да? А, свитки благословения сторожевой башни еще добавили. Но они тоже бафают немного. Свиток случайной трансформации. Ну, что, гоу, поезд дракона, поточим. У меня прям не перло очень. То есть, сколько я поезд у драконов точил, у меня максимум на плюс 3. Да, сильно ломаются они. Окей, гоу, ебу поточим. Отлично. И еще плащик осталось сломать. Плащик у меня на плюс 5. Погнали. Может, хотя бы что-то вкачаю. Вточу точнее. Надо еще... Черный купон обменять, поточить. Может, черным купоном что-то качать. Ну, смотрите, плащ до плюс 5 сходу прям. А ну-ка, на плюс 6. Ясно. Есть еще что-то вкачать? Нет, больше ничего. У меня, кстати, ела на плюс 4 в данный момент. А, ну еще билеты в невероятную временную зону тоже давали там. Так, гол, черный купон обменять. Обменять монеты фестиваля. Но у меня их ноль. Обменять цветок берсерка. У меня их тоже ноль. Так. А из магазинов у гейма у меня больше ничего нет. Так. А, вот это как покупается. Видите, типа, вот тут можно купить, модифицировать внец героя, модифицировать плащ защиты, модифицировать поезд дракона. И при том, типа, он не сломается, если неудачный крафт будет. Ну, гол, может, у меня внец героя плюс 1. Гол, тогда внец героя может точить. Опа. Внец героя на плюс 2 может точнуть. Видите, ну, он не сломался, то есть не дочнулся и не сломался. У меня ещё, кажется, эти свитки были чёрные. Надо сейчас... Надо будет посмотреть. Ну, видите, теперь D, B и C шмотки, они подорожали, потому что они в коллекции будут использоваться. То есть их уже скупали, ещё до выхода патча уже скупали. Насчёт сильвов, я не знаю, может быть, я когда-то на новых серверах буду играть за сильвов. Сейчас просто особого желания, не за них играть. Я хочу всё-таки вот этого персонажа вкачивать. Так, ну что ж. Один ключ есть, вот набил. Сейчас посмотрим, что дадут. Убийца ящеров, ну, это какой-то пистолет. Ну-ка. Получается, я получил ключ, то есть я получил 20 тысяч, данный ключ. Это за ролл награды. Убийца в бою нельзя использовать. Сейчас, кстати, 79-й апну, лампу прожму. Хотя тут и без ламп можно. Без ламп не даже. Так, получить награду. Кристалл зачистки адена. Можно добавить в коллекцию, но офигеть. Вот это награда. Вот это награда. Да, в принципе, 79-й я, пожалуй, я даже лампу буду копить просто. 79-й апну по временной зоне. В общем, как-то так. Ну и монеты, они, конечно, донатные. Ой, то есть я имею в виду монеты слова, они донатные. То есть это надо взносы монетами делать. В принципе, по меркам линейдж 2, это, наверное, не очень дорого. Типа, можно повышенный взнос сделать, 100 монет. Щедрый 500. На по меркам этой игре это не очень дорого. Ну, что ж, как-то так. Типа, очень много, конечно, нового ввели в этом патче. Очень много. Прям людей видно, что прибавилось. Как-то уже побольше в игру заходит. Сервер даже вчера перегружен был, кажется. Ну, то есть я смог в него выйти, но он был перегружен. К вечеру. Слушай, как-то так. Сейчас уже 79-й ап, но там ничего особо интересного не будет на 79-м. Вот на 80-м я смогу до хрена умений прокачать. Ой, на 80-м, да, я смогу до хрена улучшить. На 79-м считай, там экстренное спасение. Только можно будет прокачать и всё. А ну и не считая то, что пассивку дадут. Что-то так.